Отверто, безкомпромиссно, резонансно. Политтехнолог Олексей Ситников в программе Бацман. Дивіться просто зараз. Добрый вечер. В эфире программа Бацман. Совместный проект интернет-издания Гордон и телеканала 112 Украина. Алексей Ситников в студии, политтехнолог, доктор экономических, доктор психологических наук, профессор. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. По какому поводу вы в Украине? Неужели у нас намечаются досрочные выборы? Парламентские или президентские? Скажите. Ну, здесь начинается новый цикл. Когда он точно начнется, еще непонятно, но... Но вы что-то чувствуете и знаете. Да. Да, вот нюх подсказывает, что что-то начинается. Когда нам можно ждать этих выборов, скажите? Ну, пока особых причин для того, чтобы что-то произошло вне срока, я не вижу. И есть много версий, что там выборы могут произойти раньше, но пока я не вижу драйверов, которые бы запустили эти досрочные выборы. В Украине говорят, что Кремль и Россия кровно просто заинтересованы в том, чтобы досрочные выборы, как парламентские, так и президентские, как можно раньше произошли в Украине, потому что таким образом Россия получает шанс провести как можно большее количество агентов влияния в разные органы власти в Украине. Это так? Ну, мы же должны понимать с вами, что Украина находится на пересечении интересов нескольких государств. Вы задаете вопрос по поводу России, но я тоже самое могу сказать и по поводу Европы и Америки. Поэтому это такая шахматная доска, на которой играют много игроков. К сожалению, могу сказать, что так вот сложилось, что последние президенты Украины не выстраивали собственной стратегии. В Украине такая беда. Беда, понятно почему. Беда это потому, что в стране так случилось, не сформировалась национально ориентированная бизнес-элита, а она не сделала заказа на национально ориентированную политику. Давайте перечислим, кому из президентов вы помогли, собственно говоря, стать президентами. Ой, в Украине. Нет, почему? Не только, потому что вы же работаете в сфере влияния очень большая. Ну, в общей сложности недавно посчитал. Мы провели... Мы это некая команда специалистов, которая когда-то появилась в Новосибирске в 89-м году, называлась она «Имидж контакт». Эта команда, самая старая, пожалуй, на территории... Фактически это еще был Советский Союз. А за эти 28 лет, вот в октябре праздновали 28 лет команды, порядка 500 специалистов со мной работает, мы провели более 400 выборов более чем в 50 странах мира. Соответственно... Пофамильно, давайте скажем. Пофамильно. Мы никогда сами не говорим, пока это не скажет либо кандидат, либо это не будет... Ну, вот то, что известно публично. Ну, это... Ну, естественно, Ельцин. Так, Ельцин раз. Ельцин, это была красивая компания, голосуй не проиграешь в 96-м году, когда с 3% никто не верил, да, и вот по нашим расчетам была формирована эта стратегия Ельцин-Лебедь, и прошла такая компания. Это Шаварнадзе, это Кучма последние выборы, это, ну, Оранжевая революция, которая закончилась там избранием... Тем, чем закончилась. Да, Ющенко. Хотя с Ющенко я даже не знаком был, потому что мы работали непосредственно с Зинченко и с Юлей Владимировичем Тимошенко. Сейчас я об этом поговорю. Вот, это была и Латинская Америка, это были многие страны, там, Восточной Европы, но я очень осторожен всегда говорить об этих вещах. Сколько стоит сегодня президентская компания в Украине? Примерно. Вы знаете, есть расчеты международные. Они... Самый простой расчет, самый примитивный, он связан с количеством контактов, которые необходимы для того, чтобы донести месседжи во время избирательной кампании. То есть нужно определенное количество контактов, а каждый контакт, ну, вы как специалист в СМИ, стоит денег. Ну, в среднем считается, что избирательная кампания стоит где-то 10 долларов на избирателя. То есть в масштабах Украины это примерно... Ну, посчитайте, сколько избирателей в Украине, да, и, то есть при населении там 40 с чем-то, это получается 30 миллионов избирателей, 30 миллионов избирателей. Вот посчитайте, 300 миллионов долларов нужно минимум для того, чтобы начинать президентскую кампанию. А в России такая же цена? Те же 10 долларов? Стоимость контакта примерно такая же. Правда ли, что... Могу сказать, что компании там в России были многомиллиардные. Дело в том, что основные деньги во время избирательной кампании тратятся на узнаваемость. Узнаваемость, то есть чтобы различали этого человека. А если человек уже узнаваемый? Если человек узнаваемый, как, например, там... Слава Вакарчук в этой стране, да, то денег нужно меньше. Интересно, почему вы назвали Вакарчука? Вы знаете, я очень люблю его музыканта, я сам в прошлом музыкант, я считаю его гениальным музыкантом. Это раз. Во-вторых, я думаю, что когда-то именно я вообще не с ним и зародил в нем идеи, что из него может получиться очень неплохой политик. А вы считаете, он сейчас будет баллотироваться? Может быть, сейчас нет, но я считаю, что вот... Я просто настолько вот люблю этого человека, считаю его там не только потрясающим музыкантом. Я много с ним общался, это очень внутренне чистный, честный и... Широко эрудированный и образованный человек. Правда ли, что это именно вы придумали знаменитую косу для Юлии Владимировны Тимошенко? И да, и нет. Я объясню. Мы в 96-м году, после избрания Ельцина, ну, только ленивый не говорил о том, что произошло. И мы начали получать очень много приглашений из-за рубежа. Одно из первых приглашений, мы с моим партнером, с которым очень много вели работ, там, Ножном Россия, Демвыбор России, Ельцин, Лебедь. Мы работали с Юлией Русовой, ее уже нет в живых. И как раз вот эта команда Юлии Руцевой, с которой вместе я работал, получила приглашение проконсультировать молодого политика Юлия Владимировна Тимошенко, тогда еще в Днепропетровске, тогда еще только начинающего политика. И первое, что мы сделали, это мы провели так называемые психосемантические исследования. Это самый глубокий вид исследований, который существует вообще в социологии. Единственный метод, который позволяет в подкорку залезть туда к людям, понять, как устроено бессознательно. Конкретная группа людей. То есть глубже исследований просто не существует. И мы тогда вычислили причину очень большого антирейтинга, Юлия Владимировна. И тогда возникла мысль, что вот просто, ну, одной из причин этого антирейтинга, уже в появляющемся вот таком национальном самосознании, национальной идентичности, там, украинского народа, было то, что ее не очень воспринимали украинкой. И появилась даже мысль, что вот, ну, просто на лбу надо поставить штамп, что украинка. Штамп украинка. Да? Это раз. Во-вторых, есть еще одна причина вот этого антирейтинга. Юлия Владимировна и сейчас очень красивая женщина. Представляете, в 37 лет какая энергетика исходила. У мужчин крышу сносила просто. И я могу. У вас не сносила? И вот эта боязнь женщин, да, что появляется некая конкурентка в публичном пространстве, а Украина по архетипу женщина. Соответственно, женщина не принимала красивую, ну, в общем, даже, можно сказать, очень сексуальную, очень энергичную, такую очень яркую, яркую женщину. И нужно было, вот исследования показали, что нужно просто на лоб поставить штамп, что украинка. И второе, нужно снижать сексуальность. Наши психоаналитики тогда просчитали, что есть только два архетипа, в которых женщина не испытывает конкуренции с другой женщиной. Это архетип мать и архетип учительницы. Для матери Юлия Владимировна тогда была еще слишком молода. Сейчас надо делать этот образ. А тогда идея учительницы, что такое учительница? Она должна быть привлекательной, но не сексуальной. И тогда, вот у меня даже где-то эти бумаги хранятся, была предложена такой стилистика учительницы с такой украинской прической, консервативной, никогда распущенные волосы, да, всегда костюм, там, ниже колена, юбка. И очень консервативный стиль. Вот тогда впервые эта идея появилась, и мы это представили Юлию Владимировне с Юлией Русовой, с Игорем Дубовым. Там была коса. Там это все было, да. Но читала это или не читала Юлия Владимировна, мы не знаем. Мы это представили. Соответственно, когда через несколько лет эта прическа появилась, естественно, мы улыбнулись, потому что мы-то помним, что мы это предлагали. Но Юлия Владимировна, естественно, абсолютно справедливо считает, что-то придумала она, и я с этой версией тоже согласен. Вы с ней работали около 10 лет, до 2008 года, правильно? Мы работали. Мы закончили работать, когда была парламентская команда 2007 года, которую она очень красиво выиграла. И мы действительно очень плотно работали. В то время мы придумали украинский прорыв. Ну вот мы как специалисты и как ученые всегда боимся ситуации, когда приходится идти вслепую. Я знаю, что все выигрыши могут быть разными. Но я точно знаю, что все проигрыши начинаются с фразы «давайте не будем проводить исследований». Я как технолог оказываюсь с закрытыми глазами. То есть меня просят куда-то привезти, только закрывают мне глаза. Без исследований и исследований, которые проводим мы сами. Мы, как правило, национальным исследовательским центрам не очень верим. Во-первых, утечка информации есть. Во-вторых, намыленный взгляд какой-то бывает. Мы всегда хотим сами. Она не хотела исследований? Ну тогда только что закончились парламентские выборы. Ну и казалось, зачем проводить исследования. Это первое. Второе. Ну, на наш взгляд, тогда выдвижение, например, Александра Валентиновича Турчинова на мэра Киева было... Ну, помните, кто-то Бисмарк сказал, что это больше, чем преступление. Это ошибка. Да, это... На мой взгляд, это была ошибка, даже с точки зрения энергетики Валентиновича. Ну, он не так устроен. Да, большое количество массовых встреч, каких-то публичных обещаний. Это немножечко не в стилистике Турчинова, который очень хорошо знаю, очень уважительно к нему отношусь. И это первое. Второе. Второе. Вот игра в слепую, и вот это ощущение, что мы знаем, как устроено общество, о чем думает народ, нас тогда немножечко испугало. Сейчас вы работаете с Тимошенко? Я не скрою, у нас очень теплые отношения с Владимиром. Ну, там, столько лет, да, практически 20 лет, да, связывает нас и очень много успешных проектов «Оранжевая революция», да, и 2007 год. Вот, мы в очень теплых отношениях, но не в контракте. А что нужно сделать Юлии Тимошенко, чтобы стать президентом Украины? Вот, в 2019, например, году, вы знаете? Она все делает совершенно правильно. У Юлии Владимировны потрясающее чутье. Ну, давайте там, первое, второе, третье, а от вас, как от специалиста? Ну, вы же понимаете, что Юлия Владимировна находится в зоне такой публичной, популистской политики. Она очень хорошо чувствует, очень хорошо, ну, потому что женщина, очень хорошо чувствует вот идеологические конструкты. Что такое идеология? Идеология, это еще по Ленину, это объяснение населению, что происходит. И что население получит в случае прихода к власти этого политика. Но объяснение на языке населения. Вот Юлия Владимировна это в этой стране умеет делать лучше всех. Помните Майдан 2004 года? Ющенко, по бумажке, читающий длинный текст людям, которые стоят уже несколько недель здесь на морозе. Юлия Владимировна в белом пальто, проплывающий над толпой. Какие бумажки? Она когда-нибудь в бумажку смотрела. Вы посмотрите в глаза людей, которые стоят на площади, когда она выступает. Она умеет говорить, она умеет зажигать. Она, у нее потрясающая вот эта вот энергетика, она невероятно обаятельна. Она все делает правильно. В интервью мне Станислав Белковский сказал, Тимошенко и Путину хорошо друг с другом. И будет так же, если она станет президентом или премьером Украины, а он к этому времени еще не умрет. Я хочу у вас спросить, почему Тимошенко и Путину хорошо друг с другом? Ну, мне кажется, Владимир Владимирович Путин нормальный мужчина. И ему не может не нравиться такая красивая, умная женщина. Есть такой, одна из моих пациенток, я психотерапевт, все-таки, она сказала мне фразу, нет ничего более сексуального, чем интеллект. Я думаю, Юрия Владимировна, при даже разных политических позициях... То есть она нравится ему как женщина просто? Тянет к такому сильному мужчине, да? Самый влиятельный мужчина, там человек в мире был несколько лет подряд, да? Это такое притяжение разных полюсов. Только это? Ну, как притяжение полов существует, да? Это притяжение совершенно разных энергетик, разных интеллектов. И когда они общались, у них, в общем, был достаточно хороший такой личный контакт. А вы наблюдали за этим общением? Я был одним из тех, кто это устроил, но за личным общением, естественно, они общались вдвоем. Но я абсолютно убежден, что они с пиететом друг к другу относятся. Процитирую еще одного человека, которого вы хорошо знаете. В своем последнем прижизненном большом телевизионном интервью Дмитрию Гордону Борис Березовский сказал. У меня часто спрашивают, а ты жалеешь, что 50 миллионов долларов на оранжевую революцию отдал? Я их инвестировал, отвечаю. Это самый эффективный за мою жизнь бизнес-проект. Денег у оппозиции было ничтожно мало, 75-80 миллионов потрачено, из которых 50 дал я. Конечно же, Ване жулик с третяковым бегают до сих пор, чтобы повестку им в суд не вручили. Где отчитаться придется, как мои деньги потрачены. Но это уже другая история. Вы плотно работали с оранжевой революцией в Украине. Вы очень хорошо знаете Бориса Березовского, и вы помогли ему выиграть его первые в жизни выборы. Скажите, Борис Абрамович сейчас правду говорил? Вы знаете, я не знаю ничего про его финансовые отношения с оранжевой революцией. Я был технолог. Соответственно, если он с кем-то и вел переговоры, с кем-то из тех олигархов, кто стоял за оранжевой революцией здесь. Меня на этот проект привез мой давний друг Александр Зинченко, с которым мы еще по комсомолу были знакомы. Я был секретарем Академгородка Новосибирского, а он был вторым секретарем ЦК ВЛКСМ. И однажды просто приехал в Зинченко в Москву и сказал, мы начинаем процесс оппозиционный, нам нужен сильный технолог, мы бы хотели пригласить. Я согласился, и мы очень хорошо с ним работали вместе. То, какие финансовые отношения были у Бориса, я не знаю. Борис, мы действительно с ним очень много общались, особенно когда в 99-м году я создавал Партию Единства. Потому что этот проект мы вычислили как раз с помощью психосемантики. И когда все в России были уверены, что отечество, вся Россия уже победила, вот я полгода ходил с этим проектом, что я могу создать новую партию. И это надо было быть сумасшедшим, типа Боря Березовского, который увидел эти расчеты и сказал, а попробуйте. Попробуйте. Денег особо нам не дали, мы деньги находили прямо в регионах. Но нам удалось создать новую партию и на выборах первых же получить почти 25% и практически перевернуть всероссийскую политику. Но Борис Абрамович, в общем, был такой не самый щедрый человек. Вот у меня есть история с ним связанная. Если про оранжевую революцию и финансы не знаете, про свои финансы с ним расскажите. Никогда с ним не было в финансовых отношениях. Ни разу не получил от него ни копейки. Как же вы работали? Я расскажу даже, почему я принял такое решение. Как монофорт волонтерили на Трампа? Нет. Много разных мотивов в работе. Во-первых, я ученый. Во-вторых, иногда некоторые вещи мы делаем, потому что считаем их нужными. Когда однажды Борис меня привез в Карачево-Черкесию, где избирался депутатом в 1999 году, это было за 12 дней до выборов. То есть это было фактически 7-6-7 декабря. Он меня привозит. А мы до этого в Карачево-Черкесии уже работали с мэром города. Такой Стас Дерев был, олигарх местный. И я помогал ему избираться. Соответственно, была очень сложная ситуация. Были даже моменты, когда просто на заводе, в виноводочном заводе этого Стаса Дерева, мы просто сидели и отстреливались из пулеметов. И меня привозят в этот же регион, где я несколько лет назад работал. Естественно, я там всех знаю. И Борис меня привозит. Особенно на заводе. Нет, естественно, в Карачево-Черкесии. И Борис привозит меня. Сидят Аксакалы у него дома. И он поворачивает так руку, говорит, сейчас я вам представлю. А Аксакалы все встают, говорят, так это же Леша Ситников. Для него это было удивительно. И мы за 12 дней... А ты не ходи там, где тебя знают, да, Сара? Он был пятый, и мы за 12 дней просто очень технологическую кампанию провели и избрали его. И когда он просил меня эту кампанию провести, говорит, Леша, мне нужно обязательно выиграть. Я не могу проиграть. Он сказал такую фразу. Вот если я выиграю, Леша, все, что хочешь. Вот все, что хочешь. И когда он стал депутатом, для него самого удивительно. Ну, потому что, вообще говоря, еврея-миллиардера в нищем мусульманском регионе избрать, в общем, это такое. И вот он собирает у себя в дворце, там около Павелецкой метро в Москве, собирает там 300 своих друзей, журналистов, олигархов, телеведущих. Даже Путин приехал. Он тогда был, по-моему, он был главой ФСБ. Да, он еще не был президентом. И Борис так руку поворачивает. Говорит, я обещал, что я ему заплачу столько, сколько он захочет. Мало того, я могу сказать, что я думал, что я разбираюсь в выборах. Я ничего не понимаю в выборах. Вот он сейчас мне показал, как надо проводить выборы. И я обещаю всем, что я всегда буду говорить, что Алеша Ситников лучший политтехнолог в мире. И сейчас вы будете присутствовать, 300 человек стоит, будете присутствовать при том, как я выполню свое обещание перед Алексеем. Мы садимся на журнальный столик, все кругом стоят. Мы садимся, и он говорит, Алексей, ну, пиши. Кровью? Я беру лист. У меня где-то этот лист хранится до сих пор. Беру лист и пишу. Счет Борису Березовскому за проведенную избирательную кампанию, где он там с 5-го места за 12 дней стал победителем. Получил столько-то процентов, стал депутатом Государственной Думы. И пишу цифру, подпись, дату. И кладу ему. Борис улыбался, кланялся красивым женщинам кругом. Тут он смотрит эту бумажку. Люди начинают расходиться, охрана начинает сходиться. И он говорит, Леш, я, конечно, говорил тебе, что все, что хочешь, но я же не думал, что ты так будешь наглеть. Я молчу. Это при всех? При всех. И охрана уже сходится, а народ расходится, понимает, что сейчас что-то будет. Опять, Леш, ну ты... Вы всего 12 дней работали, Леш. И говорю, Боря, вот если у тебя машина сломалась, и на ремонт нужно 2 месяца, как на избирательную компанию. А ты приезжаешь в ремонтную мастерскую и говоришь, ребята, сделайте за 12 дней. С тебя возьмут больше или меньше? Ну, за машину возьмут больше, говорит Боря. Говорю, а почему ты считаешь, что я должен тебя взять меньше, потому что за 12 дней, хотя за 12 дней нам пришлось выполнить всю работу, которую нужно было сделать за 2 месяца? И тут Боря видит, что в этом моем счете 6 нулей, но нет цифры впереди. Он говорит, Леш, ну ты не сказал, сколько миллионов? Говорю, Боря, я тебе эту компанию дарю, потому что я знал, что какую цифру я не напишу, это закончится именно так. И вот когда это произошло, я принял для себя решение, что мне скорее интереснее с ним общаться, чем вступать в денежные отношения. Я никогда с ним не был в денежных отношениях. Он потом однажды, мне даже где-то в бане во Франции... Но он вас как-то отблагодарил, он подарок какой-то подарил. Он хотел. У меня тогда родилась дочка, он знал, что я там супруге обещал автомобиль, там джип, а он же был руководителем Лаговаза. И так получилось, что он подслушал, что я не могу найти джип, потому что это был 99-й год, перед Новым годом все распродано. И он пытался мне всунуть джип, там Мерседес безумно дорогой, но я специально поехал в другой магазин, купил другую машину. Он вам сделал больше связями с вами? Да, наверное, наверное, может быть даже больше я от него получил... Он был очень умный человек. Реально человек, который был член корреспондентом Академии наук, настоящим. Настоящим догором математических наук. Он действительно... У него диссертация докторская была по теории принятия решений. Он действительно очень стратогемно мыслил. У него был такой изворотливый, такой коммерческо-политический. То, что вы сказали фразу, что это инвестиция. Инвестиция в политику, это на самом деле во всем мире самая выгодная инвестиция в мире. Когда Черномырдин собирал деньги под нождом «Россия», он деньги брал с коэффициентом 1 к 100. То есть на каждый миллион рублей он гарантировал 100 миллионов контрактов. Инвестиция в политику – это самая выгодная инвестиция. Вы знаете, почему он умер? У меня внутреннее ощущение, что это не самоубийство. Иначе бы это было очень просто уже давно расследовать и публиковать. Мне кажется, что его смерть связана с тем, что он уже пытался вернуться и восстановить отношения с Путиным. Каким образом? С какой стороны связана смерть? То есть кто мог его убить? Ну, значит, были силы, которые не были заинтересованы, чтобы он восстановил отношения с Путиным. И мне кажется, версия, вот я с ним много достаточно общался, мне кажется, версия того, что он уже был готов как бы написать письмо, либо вступить в переговоры, да, мне кажется, эта версия близка к действительности. А много сил, в общем, мне кажется, в мире, которые были в этом не заинтересованы. — Я подойду еще к одной избирательной кампании вашей. Вот у вас в биографии написано, что вы руководили в 96-м году избирательной кампанией Бориса Ельцина. — Я был одним из ключевых политтехнологов, руководили большие люди. — Да, вот я хотел спросить, что там Чубайс был как официальным руководителем, Малышенко был формальным. — Было много руководителей, да. — Что вы там делали? Какая реально там была ваша роль и вот ваш вклад? — Ну, во-первых, все расчеты. Вот вся эта психосематическая модель, фактически, вот придумывание «Лебедя» как главного проекта, благодаря которому... Ведь Ельцин и Зюганов были не конкуренты. Зюганов и Ельцин были такие же, как «Мерседес» и «Запорожец». «Запорожец» не конкурент «Мерседесу». Ну, бесполезно даже. Нам нужно было создать конкурента Зюганову. Мы создали конкурент, мы его рассчитали. Мы рассчитали и создали проект под названием «Лебедь». Как раз Юля отвечала за «Лебедя», а я был в этом штабе. Нас было много. Это была достаточно большая командная работа. Но вот расчеты были на нас. И я был правой рукой, фактически, начальника штаба, не руководителя компании, публичного, а там был такой Юрий Федорович Яров, ну, такой крылосуточно работающий менеджер. Вот там я на раскладушечке рядом с ним фактически все время находился. Это был такой рабочий штаб. Потом мы делали образ Наины Иосифовны. Это был первый проект «Женщины первой леди». Да, и это был очень красивый проект. После Раисы Максимовны. Да, он это был... Ну, там спонтанно все это происходило, а здесь вот хорошо сделанный проект, и Наина Иосифовна много дала голосов. Ну, с какой-то своей искренностью, какой-то женственностью, человечностью. И плюс наша команда отвечала за все красные регионы, где действительно приходилось биться, потому что... Ну, вот Дмитрий Медведев. Во всех регионах были губернаторы. А в красных регионах эти губернаторы были руководителями штабов Ельцина, а работали на коммунистов. На Зюганов. И вот там реально мы работали, как партизанские отряды. Медведев сказал, что на самом-то деле выборы тогда выиграл Зюганов. И Коржаков, тот же Александр Коржаков говорил о том, что там было всего лишь 3%, 3-4% у Ельцина. Это правда, да? Начинали мы с 3-4%. А фальсифицировать те результаты было не так просто, потому что в большинстве регионов фактически губернаторы, которые и должны были это все делать, они были на стороне коммунистов. В интервью Дмитрию Гордону Александр Коржаков сказал, в горкоме партии мы с Ельциным бутылку коньяка на двоих за три минуты выпивали. А когда уже работали в Кремле, доходило до шести бутылок водки на брата. Ну, потрясающе, конечно. Реально Ельцин так много пил? Это не очень корректно говорить. Это не очень корректно говорить. Ну, во-первых, понятно, что весь мир видел кадры, там, ну, не совсем, да, адекватно ведущего себя, там, президента, там, выхода с самолета в одной из европейских стран, там, танцы и так далее. Ну, у каждого человека есть, особенно в такой стрессовой ситуации, свои способы решения вопросов. Сейчас, наверное, не очень корректно по поводу Ельцина такие вещи говорить. Как это на работе штаба сказывалось? Штаб никакого отношения к Ельцину. Ельцин в штаб приезжал всего два раза. А с кем вы непосредственно работали, в семье? С Снаиной Иосифовной мы общались каждый день практически, вели практически всю ее программу. Мало того, мы даже ее каждый вечер лечили. Ну, потому что программа была «Детские дома», «Дома престарелых». И она приезжала, она плакала, нужно было ее привести в некое состояние, чтобы она на следующий день могла. Но между нами всегда находился Борис Березовский. Однажды он на эти мероприятия вместо себя прислал... Не Татьяна? Татьяна тоже была, но Татьяна очень адекватный человек. Мы до сих пор дружим с Татьяной и с ее супругом Валентиной Мимашевым, которой очень много сделали в компании. Реально, она была ключевым человеком между штабом и Борисом Николаевичем, была именно она. Но Боря Березовский все время должен был присутствовать на всех встречах с первыми лицами. Однажды он вместо себя послал Рома Абрамовича. И я Боре говорю, Борь, ты послал Рому, ты понимаешь, что Рома станет Борей? Да ладно, он мой близкий друг. Ну, как его сказали? Он вспоминал потом эту вашу фразу? Ну, наверное, да, внутри себя. Да. Роман Абрамович оказался очень талантливым учеником Бориса Абрамовича. Касьянов недавно сказал, что Ельцин очень сильно жалел в конце жизни о том, что он выбрал Путина и поставил на Путина. Это правда? Ну, могу открыть маленький секрет, его уже сейчас можно открыть. Партию единства мы создавали не под Путина. Преемником, который должен был прийти после Ельцина, в течение нескольких лет до этого Ельцин считал другого человека. В целом? Нет. Мало кто об этом знает, но это был человек, с которым реально я выстраивал все эти процессы, региональные структуры. Это сейчас, ну вот, не знаю, можете на этот вопрос мне ответить или нет. Когда 19 декабря мы создали партию единства и с моими коллегами считали, сколько людей мы должны поощрить, то есть количество сотрудников в штабе, который мы создали, и всю сеть создали за два месяца, то у нас в подчинении было полтора миллиона человек. Чтобы вы понимали структуру штаба в такой стране, как Россия. Полтора миллиона человек знали, куда пойти, что делать, где получить деньги, перед кем отчитаться. Всех надо было научить. Такой комсомол практически. Ну да, фактически это почти РЖД. Так вот, почему я сказал почти РЖД? Потому что человеком, который до 99-го года практически осени Ельцин считал своим преемником, был Николай Эмельянович Аксененко. Министр путей сообщений. Невероятно талантливый управленец. Я думаю, что таких талантливых управленцев в России не было и еще долго не будет. Человек, который был 12-м ребенком в нищей сибирской семье. И так получилось просто, что мы с Аксененко в одной семье практически выросли в Сибири. Он был уже студентом, я еще был школьником, но я дружил с девочкой той семьи, куда он приходил есть. Потому что родители послали его в институт с мешком картошки. И когда картошка закончилась, он просто голодал. И там завкафедра физики увидел, что парень голодает и приглашал к себе его домой. И Аксененко прошел после института от мастера до министра все до одной ступеньки, не пропустив ни одной. Почему Ельцин поменялся? И вот говорил Чубайс. И Чубайс это не скрывает. Мы с Чубайсом часто встречаемся. Он до сих пор вспоминает, что когда должны были назначить Аксененко премьер-министром, то уже Фельдъегер поехал в Думу, повез решение о назначении Ельцина. И пока Фельдъегер ехал от Ельцина до Думы, к Ельцину шел Чубайс. Кто-то нашел. Зашел Чубайс. А у Чубайса с Аксененко был очень жесткий конфликт по тарифам. И Чубайс отговорил Ельцина словами, но он очень сильный. И олигархи Аксененко очень боялись, потому что это действительно был настолько сильный управленец, под которым РЖД же это фактически кровеносная сосудка. Государство. Да. Ну, 2 миллиона сотрудников, прошу прощения. И экономика-то вся держится именно на железнодорожном транспорте. Дорог-то, в общем, нет. И понятно, что он был настолько сильным управленцем, что его очень многие боялись. И Чубайс его отговорил. Он не скрывает, что он его отговорил. Бориса Николаевича. И помните, была вот эта история, когда Селезнев, спикер Думы государственной, там уже обсуждают Аксененко, и вдруг звонок Ельцина прямо туда, на трибуну. И Селезнев поднимает трубку, говорит, да, мы обсуждаем Аксененко. Нет, Борис Николаевич, вы сказали Аксененко. Нет. Вы сказали не Степашин. Вы сказали Аксененко. Борис Николаевич, я мыл уши сегодня утром. Это видела вся страна. И тут приезжает фельдегерь, которого уже вернули. Он уже с новым поручением. И уже с новым поручением, уже Степашина. И вот это был тот переломный момент, где элиты испугались такого сильного управленца. Он, может быть, был не очень сильным политиком. Хотя, понятно, что я его учил политике, да, и мы с ним плотно работали. Да, человек, который не взял в жизнь ни одного больничного. Человек, который знал всех людей, с которыми хоть раз виделся по имени-отчеству, даже через 30 лет. Он приезжал в какое-нибудь депо в Томске, входил в это депо, жал руки, и он помнил всех, кто там работает по именномочиям. Вы представляете, какой потенциал какая-то школа? Алексей, у нас много вопросов, мало времени, поэтому это динамично. Вы как профессионал, я сейчас спрашиваю вас, что бы вы посоветовали Владимиру Путину, чтобы выиграть выборы в 2018 году? Ну, мы сами понимаем, что Владимир Владимирович Путин выигрывает выборы в 2018 году в любом случае. То есть, нет ни одного конкурента, даже близко подходящего ему к нему по влиятельности, по популярности, по рейтингу, по авторитету. Вы знаете, можно по-разному относиться к Путину. Это зависит от того, какую позицию занимаешь, там, про-государственную, либо социальную. Ну, что в первую очередь, права, там, интересы государства, либо, там, та модель, которая, там, уже принимается, там, в Европе, например, там, права человека. Права государства или права человека. Но вы знаете, очень много опросов в разных странах. Очень интересно, что даже в тех странах, где сложные отношения к России, при ответе на вопрос, какого бы вы хотели президента, люди отвечают, как Путин. А что бы вы посоветовали Путину сделать с войной на Донбассе, которую он развязал? Это очень сложный вопрос. У этой войны так много интересантов. Понимаете, любой процесс, его все-таки кто-то подогревает. Должны быть у любого процесса, должны быть драйверы. Мне кажется, в этой войне так много интересантов и в России, и в Украине. Одно, которое может это закончить, это Путин. Я думаю, нет. Интересантов намного больше. Я думаю, что если посмотреть, вот, с точки зрения такой вот, помните, книжка была, там, «Великая шахматная доска». В Жизинском. Да, игроков, которые играют в эту войну, намного больше. Правда ли, что вы ушли от Ксении Собчак из ее избирательного штаба? Потому что, во-первых, она вас не слушала так, как вы хотели бы и привыкли. И, во-вторых, не было денег на избирательную кампанию. Немножечко не так. Во-первых, я никогда не был знаком с Ксенией Собчак и познакомилась только вот, когда она пригласила меня там возглавить штаб. Когда берешься за избирательную кампанию, ну, я же не авантюрист, да. То есть вы познакомились фактически месяц назад, два месяца назад? Три недели назад. Мы никогда не были знакомы. Ну, откуда? Я в России не жил. Я просто позвонила и сказала, здравствуйте, я церковь. Нет, позвонил мой один знакомый, который с ней давно дружит, и пригласил с ней поужинать. И она мне сделала это предложение. Понятно, почему она сделала мне. Злые языки говорят, что этот знакомый – это Сергей Кириенко. Это зам главы администрации Путина. Это так или нет? Нет, это совсем не так. Во-первых, я с Кириенко виделся два раза в жизни всего. И последний раз достаточно давно. Этот вопрос с Кириенко я никогда не обсуждал. И вообще я с ним никогда не обсуждал политику. Потому что первый раз мы с ним виделись, когда он ушел с премьеров. И мой друг Ефим Островский, который с ним работал, просто позвал посоветоваться, что делать дальше. Человек, который только что закончил премьерство, и куда ему дальше идти. Он еще не был на Минатоме в России. А второй раз мы с Кириенко встречались достаточно давно, когда я начал проект с всемирно известным, номер один по количеству книг и тиражей философов в мире Кеном Уилбером. Притом на эту идею меня Юлия Владимировна Тимошенко навела, что Кен Уилбер – интегральная философия. Можно сделать новый проект для того, чтобы лучшие мыслители мира помогли Украине, Украине, либо какой-то другой стране выстроить интегральные процессы взаимодействия между разными индустриями и внутри. А Кен Уилбер – мой очень близкий товарищ, мы с ним очень много работали. И у нас начался совместный проект, очень красивый. Даже вот мы сняли ролик по проекту Integral Society, интегральное общество, и ролик получил два гран-при на мировых кинофестивалях. Только ролик об этом проекте. И Кириенко, в общем, он методолог, мыслитель. У него один из самых высоких данных вообще в СНГ, в России по айкидо. И он много читает, и он узнал об этом проекте. И, естественно, личность Кена Уилбера… Вас сблизила? Ну, он пригласил поговорить, как ты познакомился с Кеном Уилбером, что за проект интегральное общество, который ты с ведущим мыслителем мира сейчас делаешь. Все, больше мы ничего не обсуждали, никакой политики не обсуждали. Это другой человек, могу сказать сразу, что это человек из журналистской сферы. То есть Собчак тоже не обсуждали? Хорошо. Нет, Собчак тогда еще не было. То есть тогда даже об этом не думал, и выборов тогда не было. Вернемся к Собчак месяц, три недели назад. Да, мы с ней встретились, она сделала предложение, предложение совершенно понятное. Алексей, ты работал в «Оранжевой революции», ты работал с кучей оппозиционных партий по всему миру. Такой человек мне интересен, потому что это оппозиционный проект. Второе. Ты один из, наверное, немногих, кто вообще никак не связан с Кремлем. Ну, ты всегда работал за границей, мало того, все эти проекты, ну, как минимум сложные отношения. Понятно, что я всех знаю. Ну, все всех знают, да? И третий, ты достаточно авторитетен, ты профессор в Америке, профессор во Франции. Мне важно, чтобы именно такой человек возглавлял штаб. И потом вдруг мы видим пресс-конференцию, и она говорит, что главой штаба стал Малошенко. Ну, я об этом узнал на пресс-конференции. Это одна из причин. Ну, такой стиль, он необычный для меня. Потому что туда я шел быть представленным начальником штаба. А почему так произошло? Малошенко мне был очень... Я даже вздохнул с облегчением, потому что мы с Малошенко еще с кукол дружили. Да, то есть мы с ним, близкие товарищи, мы с ним встречались в Америке, в Испании, там, здесь, в Украине, когда он создавал телеканал, помните, да, с Киселевым? И у нас теплые отношения. Мало того, мы вечер перед этим провели вместе. Вместе с его супругой на балу... Но вы не знаете, с кем он провел утро. Да, на балу Татлера, которым я там колумнист. И в 10 вечера, когда мы расставались, Малошенко не знал, что ночью он получит приглашение, и утром на него согласится. Но когда она представила Малошенко, я понял, что... А как она вам в глаза посмотрела, что она вам сказала? Ну, это нормально. Как? Ну, в политике так принято. Для того, что я обрадовался, потому что Игорь, во-первых, мне комфортен, он медийщик, я технолог. Это хорошо. Второе, я не очень люблю ходить, давать интервью. Он, в общем, достаточно публичная фигура. Но ушел и не поэтому. Притом, у нас хорошее отношение и с Ксенией, и со всеми членами штаба. Мне нужно было принять решение. Что такое кандидат на пост президента? По российскому законодательству это 300 тысяч подписей нужно сдать 1 февраля. А вам их нужно было собирать именно вы? А мне их нужно собрать. Для этого, чтобы это сделать в 40 регионах страны, мне нужно создать 40 штабов. В связи с тем, что это новогодние праздники, а там через нотариуса, да, я понимаю, что у меня максимум 20 дней на сборы. Мне сейчас нужно создавать сеть. Мне нужно создавать сеть. Мне 1 ноября нужно было нанять на работу 10 тысяч человек. И когда я начал задавать вопросы, кто спонсоры? Кремль. Вот понимаете, какая штука? Меня, когда она назвала начальником штаба, там, 3 недели назад, никто никуда ни разу не позвал. Со мной встречались представители спонсоров, но это не кремлевские люди, это какие-то представители бизнесменов, которые хотят остаться неизвестными. Мы встречались и обсуждали со мной, какие деньги нужны избирательную компанию. Но ни Ксения, ни эти спонсоры не дали мне гарантии, что будут деньги в том графике, который нужен для сбора подписей. Мне нанять 10 тысяч человек, послать их там по регионам собирать подписи, а к 1 февраля рассчитаться за эти подписи, нужно было иметь гарантии. Я достаточно ответственный человек, чтобы когда мне не отвечают на вопросы, кто спонсор, у меня есть догадки, но это догадки, кто спонсор, какое финансирование и будет ли выполнен график. Я 3 недели проработал, были разные, штаба до сих пор нет, штаб только формируется. Сейчас этот бюджет туда зашел? Я не знаю. Ну, хорошо. Вот, например, Нарусова Людмила, мама Ксения Собчак, она в интервью Дмитрию Гордону, то есть публично, рассказывала буквально не очень давно, что у нее есть телефон Путина прямой, она звонит, когда она ему хочет. И Ксения Собчак наверняка тоже общается с Владимиром Путиным. Ну, во-первых, она этого не скрывает. Во-вторых, то, что она с ним встречает, она снимает сейчас фильм про отца. Соответственно, она с ним встречалась, она об этом говорит. Может быть, есть еще какие-то встречи. Но как вы относитесь к детям своих друзей? Даже если они делают что-то не то, но это дети друзей. Тем более, что, в общем, Путин Собчаку очень многим обязан. Я не склонен наличие телефона и даже встречи связывать. Конечно же, какие-то разговоры по этому поводу у них были. Мы не знаем, поддержал Путин или нет. Она могла принять решение пойти на президента без одобрения Владимира Путина? Я думаю, без одобрения. Да, я думаю, она не пошла бы, если бы он запретил. А без одобрения... Заметьте, Путин, когда давал пресс-конференцию, ему был вопрос ведомостей. Как вы относитесь к выдвижению? Это было какое-то время назад. Пару месяцев назад. И Путин ответил, что любой человек может выдвигаться. То есть, он, в общем, фактически публично... Ну, а что бы он ответил? Ну, что бы он еще ответил, да. Но, мне кажется, если бы он запретил, она бы не пошла. А если он не сформулировал свои позиции, то, в общем... Так вопрос, почему нет бюджета вот тогда, при всей этой вот такой конспирологии явной? Ну, вот, понимаете, я же тоже, придя туда, постоянно наблюдал. Ну, пример, давайте вот честно, да. Мы только начали кампанию, и Ксению пустили на российский канал. Да, к Малахову. Первый канал России, вы имеете в виду? Да, к Малахову. Нет, это Россия сейчас. Да, Россия, Россия. Да, я говорю, на российский канал. Я такую огромную гирю положил на то, что это кремлевский проект. Тут же, да. Мы едем... Мы едем в Краснодар. И пытаемся... Первое мероприятие, кроме ее лекции, значит, чтобы она поддержала там и местных экологов, которые борются за там невырубку какого-то леса. И местная власть запрещает этот митинг. Я кладу маленькую гирьку на другую сторону, да. Дальше. Мы летим в Екатеринбург, и нам запрещают выступать в Вельстин-центре. Я еще одну гирьку сюда кладу, да. Я не знаю, кто спонсор. Вы такой опытный человек. Я не знаю, кто спонсор. Вот, поймите, штаб еще только формируется. Никто там еще денег не получает. Никто на работу не принят. Это была формирующаяся команда. Соответственно, я в эту команду вошел. Я три недели наблюдал. Я не получил ответа на несколько вопросов. А мне нужно много вопросов-ответов. Когда человек приходит один, например, как Игорь Малошенко, он отвечает только за себя. А когда ты понимаешь, что с тобой пришло 30 человек, а тебе нужно еще нанять тысячу, и перед ними 10 тысяч даже, и отвечать, у меня много вопросов. Я на эти вопросы ответа не получил. И ни с кем не ссорясь, просто я сказал, что я не беру на себя ответственность за технологии в регионах и сбор подписей. Алексей, у нас буквально минута. Очень быстро. Мало того, я сам проголосую за Ксюшу. Ваш прогноз. Вот с вашим голосом сколько она процентов возьмет? Зависит от того, насколько удастся вот ту идею, ради которой я. Я же не ради Ксюши пошел туда. Мне очень нравится идея, чтобы она заменила своей фамилией строчку против всех. Мало того, даже есть идея поменять фамилию или имя. Например, будет Собчак против всех Анатольевна. А там же законодательно можно менять только за какую-то... Нужно 4 рабочих дня, чтобы поменять имя или фамилию. А принимать участие в выборах за год, по-моему, можно менять, чтобы в бланке это было написано. Вот это я не помню. Там есть просто юридические. Вот это я не помню. Но могу сказать, что идея против всех – это и есть та идея, ради которой я туда пошел. Не ради Ксении Собчак. Альфий, последний вопрос. У нас в студии мы такого еще не делали, но у вас в биографии. Я прочитала, что вы очень хорошо владеете гипнозом. Вот вы можете сейчас там в прямом эфире загипнотизировать, например, нашего оператора Тараса, чтобы он только вас показывал? Не надо из меня делать Кашпировского. Я профессиональный психотерапевт и профессиональный гипнотизер. Я это делаю очень хорошо и спокойно с своими пациентами. Но я считаю, что подобного рода публичные демонстрации, они вредны. Вот поймите, сколько людей во время Кашпировского или Чумака считали себя излечившимися, сидя у телевизора. И какие были потом проблемы у этих людей? То есть, ведь основная проблема медицины, да, основная задача медицины – не навреди. Это первое. Второе. Там должна быть некая постоянная обратная связь. Обратная... Вот гипноз или воздействие без обратной связи, в общем, это такое преступление. Поэтому я считаю, что... Я могу это сделать, но я считаю, что это неправильно. Ну, есть некая медицинская этика. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Текстовую версию интервью с Алексеем Сидниковым читайте в интернет-издании «Гордон». Хорошего вечера. Текстовая версия интервью с Алексеем Сидниковым Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова